Осторожно, дети! После страшной трагедии в Ханты-Мансийске, когда разбился автобус с маленькими спортсменами, чиновники сделали выводы. В результате аварии погибло 12 человек, 10 из них – дети. Причины произошедшего устанавливают до сих пор, но точно известно, были нарушены правила перевозки. Не допустить повторения трагедии – такую задачу ставят муниципалитеты. Новые правила вступят в силу в январе. При перевозках детей должен использоваться автобус не старше 10 лет. Именно данное положение должно вступить в силу с 1 января 2017 года. Безусловно, автобус должен быть в технически исправном состоянии. Но это и так очевидно. Законодатели обсуждают еще ряд предложений. Например, обязательное сопровождение медработника, тогда как раньше врач присутствовал только при поездке длительностью более 12 часов. В планах утвердить четкое время пребывания детей в автобусе и запретить ночные поездки. Новые правила будут распространяться и на школьные автобусы. В 2017 и в 2018 году у нас истечет срок эксплуатации у 56 автобусов. В этом году, если говорить о ситуации текущего года, у нас истекал срок эксплуатации 13 автобусов. В ГИБДД поясняют, и сейчас правила организованные перевозки детей достаточно жесткие. Перед отправкой, куда бы то ни было, транспортные средства тщательно проверяют в госавтоинспекции. Водителям тоже пристальное внимание. Водитель должен иметь определенный стаж, причем, кроме этого, еще и стаж безаварийной езды. Он не должен лишаться водительского удостоверения в течение, как минимум, года до того, как он будет привлекаться к организованной перевозке несовершеннолетних. Кроме того, он обязан обладать водительским стажем не менее шести лет. Школьный автопарк в регионе по возможности обновляют, а вот новых экскурсионных автобусов не так уж и много. Есть вероятность, что развлекательные поездки для детей теперь придется ограничить. Отдельные изменения затронут и легковой автотранспорт. Но главное проводить разъяснительную работу непосредственно с сопровождающими. Мало правила придумать. Их нужно обязательно соблюдать. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.